В Керченской студии сегодня Екатерина Арябова. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, а вы уже составили список желаний на 2020 год? Доброе утро, коллеги. Действительно, список новогодних желаний уже составлен. Этому способствует общее настроение в городе. Горит главная городская елка. Очень много иллюминаций, так что приближение праздника чувствуется буквально каждое мгновение. Ну а сейчас мы подведем немного итоги года. Поговорим о планах городской власти Керчи на следующий год с нашим сегодняшним гостем, главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Сергей Вадимович, доброе утро. Доброе утро. Сергей Вадимович, вот много было сделано в минувшем году. Это и ремонт дорог, открытие детских садов. Подведите итог. Да, надо сказать, что 2019 год выдался достаточно непростым. Но команда муниципальных служащих, я считаю, отработала достаточно успешно. Если вспомнить все, что было сделано за 2019 год, то это достаточно большой результат. Правильно вы сказали, это в первую очередь ремонт наших дошкольных учреждений. В школьных учреждениях было отремонтировано 6 школ в этом году. И самое главное, я думаю, что это было значительно продвинутый вопрос вперед по решению с детскими садами. В 2019 году удалось ввести в эксплуатацию два модульных корпуса детского сада. Это по 100 мест каждый. Были отремонтированы 6 групп в 6 детских садах, которые были выведены в эксплуатацию в украинский период, что позволило еще дополнительно добавить 450 мест для наших детей. И запроектированы уже, получили положительное заключение экспертизы детского сада на 140 мест, которые будут строиться по улице Клинковской, Орджоникидзе на пересечении. И сейчас в экспертизе находится еще один детский сад на 200 мест, которые у нас будут строиться по вокзальному шоссе. То есть в этом направлении я считаю, что за один год достаточно большие успехи. Также надо сказать о ремонте дорог. Закончили долгожданный ремонт улицы Айвазовской, которую так долго ждали, когда он окончится. И вот в этом году мы его наконец-то завершили. Запроектированы 18 улиц уличной дорожной сети. Сделаны проекты еще на 11 дорог. И мы ожидаем из-за этого, так скажем, с помощью этого в 2020 году ожидаем значительного увеличения ремонта дорожного покрытия по территории города Керчи. Если коснуться общественного транспорта, то надо сказать, в первую очередь, о покупке четырех новых троллейбусов. Плюс три мы получили по распоряжению главы республики. И в городе у нас в 2019 год появилось семь новых троллейбусов, которые курсируют по территории города. И сейчас мы уже получаем положительные отзывы от наших жителей за этот новый наш общественный транспорт. Но это не все, что касается решения по общественному транспорту. Мы также проанализировали ситуацию, которая в городе. И сейчас ведем переговоры с советом министром о покупке еще порядка ста новых автобусов на территории города Керчи. Для чего это делаем? В первую очередь, это чтобы решить проблему с перевозкой льготных пассажиров наших. К сожалению, на данный момент эта ситуация у нас неудовлетворительная в городе. Это также использование валидаторов. То есть это четкий учет перевозки количества пассажиров в льготной категории для компенсации выплаты перевозчикам. В связи с тем, что мы планируем, что массовые маршруты займут именно наш муниципальный оператор, то для нас это очень важно. Уже в наших автобусах установлены видеокамеры, стоят уже регистраторы. То есть мы уже эту работу начали. Дополнительно в этой области хотелось бы сказать про умные остановки, которые начали устанавливать уже по городу Керчи. Дополнительно еще все остановки будут оборудованы оборудованием ГЛОНАСС. То есть теперь у нас будет исключен человеческий фактор по учету движения наших автобусов. Четко будем понимать, когда, во сколько, какой автобус прибыл на остановку, или же пропустил маршрут, или не остановился на остановке. За это будем наказывать и лишать возможности перевозки льготных пассажиров. Сергей Вадимович, вот недавно в Керчи произошло яркое событие. Запустили железнодорожное движение по Крымскому мосту. Какое значение это имеет для города-героя и вот какие планы? Переоценить значимость моста невозможно. Для города Керчи я считаю, что вот именно запуск моста, это будет самое положительное влияние всех городов Крыма. Первое, это пассажиропоток, который значительно увеличится уже в курортный сезон 2020 года. А Керчь, это город-герой. Керчь, это самый древний город Российской Федерации. Соответственно, нам есть что показать, нам есть о чем рассказать. И я уверен, что туристический поток будет значительно возрастать именно в городе Керчь. Это раз. Второе железнодорожное составляющее моста, это, конечно же, доставка грузов. Если говорить о том, что у нас в городе находятся три порта, то для наших портовиков это очень знаковое событие. И я уверен, что они уже ведут переговоры для заключения договоров на перевозку транспорта. Поэтому я считаю, что Керчь больше всех получит положительных, так скажем, дивидендов от запуска данного проекта. Сергей Вадимович, давайте поговорим об инвестиционной привлекательности города. Вот в каких направлениях планирует развиваться Керчь в следующем году? Мы уже в 2019 году, эта работа начата, город уже откадастрирован, есть генплан, соответственно, выделены зоны для инвесторов, созданы буклеты специальные. И на всех форумах мы показываем, что есть в городе, где можно развиваться, какие есть возможности, ресурсы и так далее. То есть мы говорим о том, что нам в первую очередь надо создать дополнительные рабочие места. Отсюда уже будут и налоги, занятость населения. И самое главное, не просто рабочие места, а качество оплаты. То есть это размер заработной платы, которую будут получать наши люди. Вторая наша задача, это обеспечить жильем этих людей, которые работают в городе Керчи. Чтобы у нас молодые специалисты могли возможность получить отдельную квартиру. Это тоже очень важно. Потому что на данный момент у нас молодежь выезжает из города. Мы должны свою молодежь сохранить и дать ей рабочие места. Сергей Вадимович, большое спасибо за беседу. Я напомню, сегодня нашим гостем был глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Студия, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо большое, Катя. Желаем вам новогоднего настроения и самое главное, добрых вестей. И напоминаем, что на связи с нами был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и конкретно переспондент Екатерина Рябова.